Всем привет, друзья! С вами я, Кеша, и сегодня мы посмотрим с вами видос под названием FNAF Ностальгия. Вот, все просили меня его посмотреть, поэтому сейчас его посмотрим. Погнали! Помните, как Скотт Каутон сделал игру Чиппер и Сыновья, и люди начали критиковать её, потому что, по их мнению, персонажи там выглядят страшно? И тут Скотт задался вопросом. Если все эти люди испугались обычную детскую игру, то что же произойдёт, когда он создаст настоящий хоррор? Так и появилась идея FNAF. Помните, как во время создания первой части Скотт организовал кикстартер, который ничего не собрал? Помните, что FNAF должна была быть последней игрой от Скотта? Да! Смеюсь в девяти играх. Да, теперь их восемь. Помните Эмбиент Офиса? О, да. Помните Золотого Фредди? Помните самую страшную пасхалку за всю историю ФНАФ? Помните теорию о том, что Фокси на самом деле хороший парень, и он бежит к охраннику, чтобы помочь ему? Да, помню. Но когда тот прибегает, охранник умирает от сердечного приступа. Да, была такая теория. Помните, что люди считали, что укус 87 совершил Фокси? Нет, не Фокси сделал, это не Фокси. Помните, что люди считали, что укус 87 совершил Фредди, потому что у него на лице есть отпечаток руки? Ну, это более дозерно. Помните, что люди считали, что укус 87 совершил Золотой Фредди, потому что он появляется, если в Кастом Найт вести 1-9-8-7? Нет, это не Золотой Фредди. Помните легенду, что если вести в Кастом Найт 1-9-8-7, то разблокируется кухонная камера, которая обычно не работает? Но Скотт это пропатчил и добавил пасхалку Золотой Фредди. Помните, Спарки? Помните, как все мы грустили из-за того, что Фон Гай умер? Помните, как на следующую ночь после смерти Фон Гай нам снова позвонил телефон, и кто-то начал разговаривать на языке стола зачарований? Да, да, я это помню. Помните теорию о том, что Фон Гай якобы находится внутри Чики, потому что у неё видно второй ряд зубов? Хотя это просто эндоскелет. Помните теорию о том, что Фон Гай самый главный злодей, который за всем этим стоит? Помните, когда выходили ночью на кухню водички попить и слышали в коридоре? Не, у меня такого не было. У меня есть девочка. Эти дети пели песенку «Лондонский мост падает». И была теория, что если прокрутить её задом наперёд, они будут петь «Майк убил всех». А я напоминаю, что Майк — это охранник первой части. Но это просто звуковая паридолия. Помните теорию о том, что аниматроники из второй части во время скримера кричат «Фридом»? Помните, когда мы не обращали внимания на то, что шкатулку нужно заводить и не понимали, почему нас убивает какой-то клоун? Помните, когда мы считали, что вторая часть — это сиквел, а не приквел? Помните, когда визард аниматроники назывались «Олда» аниматрониками? Помните, когда у той чики резко пропадал клюв? Помните теорию о том, что той чика на самом деле слепа и видит мир глазами кекса? Помните цапсарапыча? Помните, когда фанаты не могли понять, какого Пола Мангл, потому что, с одной стороны, фонгай называет её «Он», но при этом Мангл появляется в «Лэдис Найт», в ночи, в которой активны все девочки. Ответа, кстати, мы так и не получили, потому что, когда Скотта спросили, какого же всё-таки Пола Мангл, он ответил «Да». Помните, что многие считали, что той Бонни девочка, несмотря на то, что его нет в «Лэдис Найт»? Честно сказать, я до сих пор считаю. Помните, как песню The Living Tomston использовали в качестве главного аргумента доказательство того, что Марионетка – девочка? Помните, что ходили слухи о том, что ФНАФ существует? Я не говорю о ресторанах с аниматрониками в принципе, то, что они были, это знают все. Я говорю о мифе, что якобы существует точная копия ресторана из первой части, и то, что Скотт вдохновлялся ей. В интернете какое-то время даже гуляла картинка этого места, но могу вас заверить, что это фейк. Помните, как мы пытались дозвониться в пиццерию Фредди Фазбера? Помните мини-игры? Помните Тиранита? Помните Балон Гёрл? Помните, когда фраза «Алды тут» имела очень страшное значение? Помните Пейперпала, который магическим образом оказывался у вас в офисе, и многие строили теорию «Почему?» Помните, когда Пьюдипай сделал шуточное видео с пасхалками ФНАФ и выдумал персонажа Снеговика, но многие не поняли рофлы и на серьезных щах начали искать его в игре? Помните, что из-за большого количества фейков эндоскелета, а также Шэдоу Бонни и Шэдоу Фредди тоже считали подделками? Но они по-настоящему есть в игре. Помните Рэгдэйс? Это будет ассасай! Помните многочисленные ФНАФ-песни, которые многие наизусть учили? Помните Перпл Гая? Помните этот, ну очевидно, фейковый скриншот, на который почему-то велись школьники? Помните теорию, что убийц было несколько, потому что у Перпл Гая разные спрайты? Помните, когда Перпл Гая звали Винсент? Помните, когда Перпл Гая не звали The Man Behind The Slaughter? Помните, когда считали, что Мангл совершил укус 87, потому что во время скримера она нападает на лоб? Помните, как считали, что укус совершил той Бонни, потому что причины? Помните легенды о секретной восьмой ночи? Помните, что Олд Бонни во время скримера делает вайп-чек? Помните Аск Бонни? Помните, что многие фанаты не могли дождаться выхода третьего ФНАФа и начали создавать свои собственные версии? Помните, когда Скотт выпустил первый тизер со Спрингтрапом, но многие решили просто его отзеркалить и решили, что это очередной Фредди? Помните, когда Спрингтрапа звали Салведж? Помните, когда Спрингтрапа звали Гибрид, потому что считалось, что он сделан из разных аниматроников? В какой-то степени эти люди были правы, потому что Спрингтрап действительно является гибридом, аниматроникой человека. Помните, когда Спрингтрапа называли Голден Бонни? Помните, когда вышел трейлер третьей части и все разом побежали покупать салфетки? Помните эту сцену из трейлера, где мы еще не понимали, что мы видим смерть? Помните, когда Скотт выпустил тролль-версию третьей части, которая, по сути своей, просто являлась его старой игрой, но на главном герое надета голова Фредди? Помните слухи о том, что третья часть будет в 3D? Помните, когда некий Эмиль Мако придумал своих фан-аниматроников? Но некоторые люди начали постить его работы куда ни попадя и говорить о том, что это слитые материалы третьей части. В итоге Эмиль обиделся и создал одну из самых лучших фан-игр. Помните, когда мы не понимали, почему в первую ночь ничего не происходит? Помните, когда на нас впервые напал фантом, и мы не понимали, почему мы все еще живы? Помните, когда этот паренек был самым большим фнафером на Руси? Помните, когда все тот же паренек в день, когда вышел третий фнаф, не пошел в универ? Помните фейковые звуки смерти фиолетового парня? Даже если фейк сделано шикарно. Помните, когда Кекса звали Карл? Помните, когда мы плакали на плохой концовке третьей части? Помните, когда мы плакали на хорошей концовке третьей части? Помните, когда Purple Guy почему-то решил, что сможет спастись от призраков, если залезет в костюм? Помните, что Purple Guy технически умер в Хур-Сьюте, поэтому фури-конвенции нужно запретить? Помните, когда многие из нас приходили домой после школы и обновляли сайт Скотта в надежде увидеть новые тизеры? Помните, когда Скотт начал делать кошмарных аниматроников? И некоторые начали делать эдиты обычных аниматроников под кошмарных. Помните, когда мы были разочарованы тем, что в четвертой части нет камер? Помните, когда у этого паренька был англоязычный канал с теориями? И он просил, чтобы его русскоязычные зрители не писали комменты по-русски, но они все равно писали. Помните, когда в четвертой части мы думали, что аниматроники проследовали за нами до дома? Привет, Эннерт. Помните? Помните громадный постер «Спасибо»? Помните, когда персонажи на этом постере постепенно становились чибишными? Помните, когда самые известные зарубежные теоретики провели стрим, где обсуждали сюжет всей ФНАФ? И Скотт общался с ними, добавляя текст на тизер. Помните Кула? Мне кажется, что многие его вспомнили. Помните постер с кошмарной мангл, в котором она просит позависать? И потом маленькая мангл повесилась. Помните, как фанаты говорили, что фантомная чика похожа на арбуз? Поэтому на загрузочном экране во ФНАФ Ворлд фантомная чика говорит, что она не арбуз. Помните, когда Даука прошел режим 50 на 20 и заплакал от счастья? Помните, что по ФНАФ писали самые настоящие книги? И самое забавное, что у меня они даже есть. Помните, как все говорили о том, что будет фильм по ФНАФ? Помните, когда Скотт задонатил 100 тысяч долларов на благотворительность, и после этого его все еще считают плохим человеком? Внимание, черный ящик! Окей, ребят, окей. Ребят, я снял еще реакцию на очень страшный трейлер ФНАФ, вот, поэтому где-то он будет вот здесь. Посмотрите обязательно, я там чуть-чуть не... Извините за выражение, это так нельзя выражаться, вот, поэтому сами посмотрите, я очень сильно испугался, вот. Ну а с вами был я, Кеша, всем спасибо за просмотр, всем пока!